В Черкесске сотрудники Республиканской госавтоинспекции совместно с активистами школьного движения «Юная смена» в рамках недели безопасности дорожного движения провели плановые информационно-пропагандистские мероприятия. Ахмат Халкечев расскажет подробнее. В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также снижения дисков травматизма на дорогах, полицейские и их юные друзья запустили информационно-пропагандистскую акцию с говорящим названием «Внимание, дети!». Ну а в зоне особого внимания участки с высокой интенсивностью движения и имеются нерегулируемые пешеходные переходы. Выбрали мы сегодня именно данную, скажем так, локацию, ввиду того, что очень большой транспортный поток на данном участке автодороги и имеется пешеходный переход нерегулируемый, соответственно, очень много детишек тоже переходят через данный участок автодороги, ну в том числе и взрослые, конечно, так и переходят. Вот и хотим акцентировать внимание людей на проблематике именно детского дорожно-транспорта, травматизма. За первые 8 месяцев текущего года на территории региона в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 28 несовершеннолетних. Ну а в трех случаях погибли дети. Сегодня сотрудники полиции проводят прохладочистые мероприятия. На ваш взгляд, насколько важны и необходимы подобные мероприятия? В нашем городе это, если честно, важно. То есть все-таки есть нарушители у нас? Есть, конечно. Особенно сейчас молодежь, какая пошла, даже без прав на машинах ездит. Бывают, не пропускают? Да, конечно, бывает. Для большей эффективности профилактических мероприятий юные друзья полицейских возле пешеходных переходов с полночью специальных трафаретов наносят призывы для взрослых. Возможно, такая ситуация, когда человек думает о каких-то вещах, весь торопится, спешит. И вот, подойдя к правильной части, увидев прямо непосредственно в близости от пешеходного перехода надпись с напоминанием о том, как правильно переходить через дорогу, да, что если ты идешь, особенно с ребенком, чтобы ты обязательно держал ребенка своего за руку, чтобы ты переходил дорогу, посмотрев по сторонам в обязательном порядке, чтобы ты не переходил рядом с пешеходным переходом, а непосредственно по нему, да, вот эти моменты все, конечно, в голове у человека будут по новой срабатывать, и он уже будет действовать уже так, как положено по закону. Хоть и наблюдается тенденция снижения общего числа пострадавших, тяжесть последствий возросла, с сожалению, отмечают полицейские. Общий уровень культуры повысился. А как вы думаете, благодаря чему? Скорее всего, наша полиция хорошо работает, прекрасно. Они когда на месте, все прекрасно происходит. То есть никто не уражает, когда сотрудников наблюдают? Да, 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 это и хотел сказать. Ахмат Халкищев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия.